Студентка-пятикурсница Алена Ербаносенко, хоть и мая посвящение инвалида, а лебездопоможной себе не лечить. Дзялчина живет так, что шмат учим здоровым людям не угнаться за ее. Натрыманная на курорте травма не перекресила планы Алены отрымать специальность экономиста-менеджера. С некоторого часу ее научатся дистанцина, а еще поспевая завоевывать медали у стрельбе с пневматичной сброей и с поборництвах по настольным теннисе. За два года у инвалидной колясцы Алена призвучалась брать пирожкоды и передоливать межи. Это теперь я натропляю любую кропку города на уластном ауто. На леба участка Дзялчина добиралась на громадском транспорте и с перосадками. Водители автобусов, троллейбусов не всегда подъезжают близко к бордюру, хоть мы и проводим тренинги в автопарках, но не все такие водители сознательные. Как бы очень редко откидывают пандус в троллейбусе, в автобусе. Даже вот сейчас как бы все должны быть бордюры в ноль, абсолютно в ноль. Ну какой-то хоть там и два сантиметра, но все равно его сделают. Створение безбарьерных гасяродя – одна из головных металл реализации державной программы с шетырмадесятками пунктов. В отповедности зиме селета 63 объекты ГАН для установы оховы здоровья. Социальная оздоровленная сфера обсталевана специальными пристосованиями для инвалидов-спинальников. У местах огульных окористаний устанавливаются подъемники, уладковываются зручные пешеходные пироходы. Выделяются парковочные места на аутостоянках. На угол захований права инвалидов-спинальников у громадским транспорта – особливая тема. Зараз у области курсируя больше, как 500 автобусов с подъемниками, а маль 701 грамадского транспорта – мают смолные информаторы. И все для того, как бы особливые люди могли отшивать себе полновартосными членами громадства. По Гомельскому железнодорожному вокзалу, значит, соответственно, сплошные поручни. Значит, сделана плитка, специально положена плитка, которая дает возможность ощущать человеку-инвалиду, что вот он находится на краю. Аналогичная ситуация сделана по Калинкайскому железнодорожному вокзалу. Сегодня много выполнено работ в Рогачевском районе, в городе Рогачеве, значит, по понижению бордюрного камня. Ну и сегодня серьезное внимание уделяется таким объектам, как оздоровительные центры. Вот сегодня могу сказать, что у нас оборудовано в Птиче, это оздоровительный центр, оборудовано 5 мест для проживания такой вот категории. Совместно с сопровождающими лиц, это, как правило, родители, которые оздоравливают детей. У Гомельским областным громадским объединением инвалиды-спинальники лечит, что для усебаковой реабилитации гэтой категории людей зроблено многое, але не все. Добро было бы наладить систему комплексной допомоги тем, кто мая потребу у психологичной, працованной, медицинской и социальной реабилитации. Сегодня в области, когда 3000 человек перемешаются у инвалидной колясцы. На самой справе, ты, кто мая порушение опорно-рухального аппарата, значительно больше. Многие прикованные доложки не могут покидать стены-кватеры. Большая проблема – это преодоление в таком положении психологического барьера человека. Чтобы кто-то там замыкается в себе, вплоть до каких-то суицидов даже доходит, тоже это самая проблема. Поэтому мы хотели бы, конечно, может быть, с органами власти различных уровней, с различными ведомственными, создать какую-то систему мер по медико-социальной реабилитации и адаптации таких людей в обществе. Чтобы действительно человек знал, что если после операции, допустим, когда он может получить услугу по ранней медицинской реабилитации, когда социальная реабилитация наступает, когда он имеет возможность получить санаторно-курортное лечение, то есть замкнутый какой-то цикл должен быть. Всё это значительно упростится всем, и качество работы от этого только улучшится. Наталья Игнатенко, Максим Савин, Валерий Гопанько. Телерадео. Компания «Гомель».